24 декабря 2016 года стартует первый этап Кубка Сибири по зимним трековым гонкам. Еще одно ожидаемое событие – первый этап чемпионата Красноярского края по зимним трековым гонкам. Подробности расскажет наша гостья, президент спортивной автомобильной федерации Красноярского края Наталья Бекишева. Доброе утро! Доброе утро! Рад вас приветствовать. Так, давайте расскажем нашим красноярцам о этих событиях и о том, чем оно уникально, одно из них особенно. Ну, у нас пройдет два события, вы правильно сказали. Это Кубок Урала и Сибири и традиционная гонка – это чемпионат Красноярского края. Он у нас открывается всегда в конце года и продолжается в следующем году. Чемпионат Красноярского края проходит на территории Красноярского края. Это будет Красноярск, город Канск. А вот впервые нам выпала такая возможность провести гонку федерального значения. Это Кубок Урала и Сибири. Он охватывает пять регионов. Это Алтайский край, Тюмень, Курган, Омская область и Красноярский край. И нам выпала такая честь открыть этот Кубок. То есть у нас проходит первый этап. Действительно честь. Да, на этот первый этап у нас приезжает судейство из других регионов со Свердловской области. Вот сегодня мы встречаем с Омской области. Будет установлена электронная отсечка по кругу, по секундам. Будет просто настолько точно. У нас всегда отсекаем мы на секундомерах. И там десятки доли секунд есть погрешность. Здесь будет вообще очень все точно, четко. Вот такое мероприятие мы ждем. Ну и гонщиков ждем не только с пяти регионов. Еще приезжают с Кемерово, республика Хакасия, Новосибирск. То есть вот пять-восемь регионов будет участвовать в этих, состязаться за звание лучшего. А в чем особенность трековых гонок? Трековые гонки, ну это скорее всего самые сложные гонки. Они по замкнутому кольцу проходят, они проходят по укатанному снегу и без шипов. И эта гонка пройдет в любую погоду. В 2010 году у нас проходил этап России по зимним трековым гонкам. Он единожды был в Красноярске. Температура была 36 градусов. Минус ни одного гонщика это не смутило. Гонка прошла очень зрелищно, очень красиво. А зрителей много было в такой погоде? Зрителей было очень много. То есть народ согревается в принципе? Согревается. Это такой адреналин, это такой драйв. Не думаешь вообще, просто замерзнуть невозможно. А гонщикам помогают зрители на трибунах? Можно ли как-то повлиять на исход гонки, находясь на трибуне? Вы знаете, гонщикам очень приятно, когда приходят за них болеть. Мы поэтому приглашаем, я всегда приглашаю весь Красноярск, приходит почему-то половина города. Вторая половина не вмещается просто. Да, приглашаю всех. Нашим гонщикам очень приятно, особенно приятно, когда наше мероприятие заканчивается в 5 часов. Мы подводим итоги, судейская коллегия, и происходит награждение. Остаются только либо выносливые, либо настолько любители вот этих гонок на награждение, чтобы поаплодировать, за кого они пришли поболеть. И гонщикам, вот это самое приятное. Потому что фотографируются вместе с гонщиками. Вот эти люди, они знают мой телефон, они мне звонят заранее. А когда будет? Когда там следующий будет? Здорово. Ну, на самом деле, наверное, просто действительно прохладно, поэтому люди только из-за этого не остаются. Надо просто летом проводить зимние гонки. Нет, летом у нас другая дисциплина. Автокросс мы тоже проводим. А здесь, по-моему, могут согреться. Здесь будет горячий шашлык, будет плов, чай горячий будет. Мы приглашаем зрителей, будет Дед Мороз, будут подарки. Дед Мороз, да, будет гоняться. Но чтобы увидеть, как он будет гоняться, нужно приехать посмотреть. Скажите сейчас, а сколько из... Ну, то есть два мероприятия ожидается, это вот вы говорили, гонки Урала и Сибири, так правильно называю, и по Красноярскому краю кубок. Сколько из этих машин, сколько процентов будет принимать и там, и там? Или такое не может быть? Такое может быть. В чемпионате Красноярского края они примут, наверное, участие только мощный класс А1600, которые вот они для Кубка Урала. У нас такие машины есть, но у нас их мало. Ну, а остальные наши все гонщики примут участие. Спасибо вам большое за эту интересную информацию, за то, что пришли этим утром к нам в гости. Еще раз представлю, в гостях у нас была Наталья Бекишева, президент Спортивной Автомобильной Федерации Красноярского края. Спасибо. Да, уверена, что 24 декабря будет очень жалко. 25-го открытие, 24-го у нас пройдут квалификационные заезды, тренировочные заезды, где по результатам будет расстановка. Ну, их тоже можно посмотреть. Да, да, где будет по результатам расстановка на стартовой решетке, а само открытие мероприятия, торжественная часть будет в 11 часов 25 декабря. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова